Когда мы вспоминаем времена Советского Союза, был единый орган управления в лице Министерства гражданской авиации. Увы, с развалом Советского Союза мы получили и, по сути дела, развал, как я считаю, развал отрасли. И Вадим Жириновский абсолютно справедливо все эти более 20 лет говорит о необходимости создания вот этого единого органа управления. Что сейчас у нас происходит в гражданской авиации? Министерство транспорта, в котором есть соответствующий департамент государственной политики в области гражданской авиации, есть Росавиация, являющая исполнительным органом, есть Ространснадзор, орган надзора. И сейчас деятельность нынешней гражданской авиации можно активизовать по принципу «у семейняник, дитя без глаза». Поэтому мы неоднократно выступали за создание этого органа. Пусть это будет не в том виде, как это было Министерство гражданской авиации в Советском Союзе, но необходимо передать все полномочия, которые сейчас имеются частично у Минтранса, передать в Росавиацию, чтобы Росавиация была единственным органом, который вершит государственную политику в этой сфере, который несет ответственность за все то, что у нас происходит. Не обязательно называть министерством, но это должен быть единый орган исполнения, как это в любом цивилизованном обществе, в любой цивилизованной стране. Непонятна деятельность такой структуры, как Межгосударственный авиационный комитет, МАК, который дает заключение. Неоднократно вступая от фракции ЛДПР, я поднимал вопрос о том, что деятельность данной структуры необходимо упразднить. Один из моментов, который нас более всего смущает, это то, что эксперты не согласны с тем выводом, который был сделан по итогам крушения казанского Боинга. Неоднократно специалисты говорят о том, что модификация данных 737-х Боингов имеет очень серьезные технические недоработки. Однако МАК сделал вывод о том, что это была ошибка пилота. Экспертное сообщество с этим не согласно, и ЛДПР всегда привыкло опираться не просто на собственные разумения, а именно на экспертные оценки. И неудивительно, что МАК не сделал соответствующий вывод из этой авиационной катастрофы. И я лично это связываю с тем, что МАК в лице госпожи Анодиной, имея определенный процент акций у компании Transair, а также сын госпожи Анодиной, также является акционером компании Transair, именно компания Transair имела в Российской Федерации самый большой парк вот этих Боингов. Поэтому мы видим здесь абсолютно отчетливый конфликт интересов, как можно делать какие-то выводы, если ты имеешь непосредственный интерес к той или иной авиационной компании. В данной ситуации, как я уже сказал, это компания Transair. По данному факту был написан запрос и в прокуратуру, и в Следственный комитет, но тем не менее из-за ограничения своих полномочий, то есть не могут они влиять на междусударственные структуры, никаких выводов сделано не было. Но тем не менее я считаю, что те полномочия, которые также есть у МАК, могли быть абсолютно справедливы, переданы именно в Росавиацию. Мы получили бы вот этот единый орган управления, о чем и говорил более 20 лет, я сказал, Владимир Вольфович Жириновский. Помимо всего прочего, еще в бытность премьер-министр Владимир Владимирович Путин ставил вопрос правительства Российской Федерации о том, что нужно сделать, чтобы систематизировать работу этой отрасли. Я внимательно ознакомился с теми материалами, которые были представлены со стороны Росавиации Министерства транспорта Российской Федерации, и во главе угла стояло как раз создание вот этого единого органа управления, что лишний раз говорит о том, что ЛДПР не ошибалась, когда говорила об этом. Но тем не менее, как в своем обыкновении, всегда все об этом забывают, забывают о том, что были, есть и будут правильные инициативы со стороны ЛДПР, и совсем недавно, когда руководитель Следственного комитета господин Бастеркин поднял вопрос о создании единого органа управления, естественно, никто не упомянул о том, что об этом уже, как я уже говорил, более 20 лет говорит ЛДПР.